Приветствую вас и именно справиться с проблемой, то есть полностью решить ее вот так сразу в формате вопрос-ответ невозможно. Я это говорю для того, чтобы вы осознали, что реальность такова, и вам нужно настраиваться на достаточно серьезную работу над собой, над своими отношениями с родителями. Только так в процессе работы вы сможете что-то изменить. Начать нужно, пожалуй, с того, что сказать, что вы не уверены в себе достаточно сильно, вы скромные, у вас недостаточно развитые навыки общения, и это все нужно развивать. Нужно повышать уверенность в себе, повышать свое самостоятельство. И для этого работа в двух направлениях ведет одновидностей. Первое. Это оставление вас на два-три дня в одиночестве, без родителей. Соответственно, больше, 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 чтобы понять, в какой период у вас начинается основная проблема, и почему вы не можете без них. Что вам перестает хватать, что вам начинает не хватать, когда вы остаетесь без них. Дальше, естественно, нужно работать с детством и сразу вспомнить, почему у вас начинались истерики. То есть, чего вы боялись, что это вам, возможно, когда-то угрожало. И вот это нужно пережить заново. Пережить вот этот момент, который вас когда-то очень сильно напугал. Следующее, о чем нужно сказать, это о любви. Вы любите родителей довольно, вы простите меня, пожалуйста, заранее, но вы любите родителей довольно эгоистично. Эгоизм этот проявляется в том, что вы бить них не можете. То есть, вас не останавливает тот факт, что родители хотят для вас как лучшее. Вас не останавливает тот факт, что они были бы счастливы, если бы вы сделали так, как хотят они. Нет, напротив, вы сделаете по-своему, останетесь в городе, они будут грустить, они будут расстраиваться, но вам нужно быть с ними. И это означает, что вы любите родителей для себя, что в свою очередь означает, что вы любите что-то в своих родителях. Что-то, что вам дает находение рядом с вами. Ой, да, рядом с вами. Возможно, это чувство защищенности, возможно, это чувство определенности или что-то еще. Это нужно выявить и понять, как вам лучше этого добиться самостоятельно, без родителей. Тогда проблема начнет решаться. Следующее, о чем нужно сказать, это о том, что начинать менять свое поведение лучше сейчас, пока вы еще не уехали. Пока у вас еще есть возможность, ну, относительно свободно распоряжаться своим временем. Пока у вас нет нужды. Потому-то, если вы внезапно останетесь одна, то, возможно, слишком серьезные негативные последствия для вас, которые плохо повлияют на вашу психическую здоровье. Результат сейчас, пока родители с вами, пока вы находились с ними, вам нужно менять поведение свое. Как? Поскольку вы написали, что вы скромный человек, то вы, скорее всего, живете по заведомо ранее известной программе и имеете готовые алгоритмы поведения для определенных ситуаций. Необходимо целенаправленно, как можно больше создавать себе ситуации неопределенные, по которым у вас нет готовых алгоритмов поведения. Чтобы вы адаптировались к неопределенности, чтобы вы учились адаптироваться, чтобы вы учились находить выгоды в ситуации, чтобы вы не были привязаны к какой-то определенной ситуативной плоскости. Чтобы у вас было развито гибкое смешление и адаптация. Если вы это будете делать, то со временем вы сможете обходиться без своих родителей. Ну, и в каждый концов нужно сказать так, что вот сейчас, на данный момент, когда вы остаетесь в одиночестве, когда вы остаетесь без своих родителей, на этот момент нужно пережить вот это чувство, которое у вас есть. То есть, будучи раньше, когда вы были в детстве, у вас были истерики, это понятно. Сейчас вы взрослый человек, и нужно вновь перейти свои чувства, вы свои чувства умеете анализировать. И свое состояние вы тоже умеете анализировать, потому что вы взрослый человек. Соответственно, нужно сейчас поставить себя в такие рамки, чтобы это чувство негативное у вас вызвать. Истерика у вас будет вряд ли, но будет какой-то страх, что-то еще, и вот надо понять, чего вы боитесь. Выявить причину страха, иногда страх уйдет, и вы поймете, чего вы опасаетесь. И сможете подкорректировать свое поведение так, чтобы с этим страхом бороться. Потому что боитесь вы только до тех пор, пока не понимаете, чего именно. Страх всегда неизвестен, страх всегда неопределенный. Если он прекратит, перестанет быть неопределенностью, то вы тоже сможете подкорректировать, подстроить свое поведение, адаптироваться под вот эти вот реалии, под условия, и тем самым перестать бояться чего-либо. Основная больма со страхом – это всегда, в первую очередь, осознание причин. А дальше просто поведенческая корректировка, то есть чтобы вы не, знаете как, привык бояться, да? Привык бояться. Вот страха уже вроде бы нет, а по привычке до часа пятки уходят. То есть работа здесь происходит в двух направлениях. Первое – это, собственно, устранение причины страха выявления его. А второе – это поведенческая коррекция. То есть это поиск мотивов, новых мотивов для определенного поведения, нужного вам. И управление своим вниманием, фокусом внимания для того, чтобы концентрироваться именно на том поведении, которое нужно. И не отвлекаться на другое поведение, более легкое. Вот примерно так в таком ключе вам нужно двигаться, в таком ключе нужно работать. Выберите эксперта, который вам понравится и которому вы доверитесь, доверитесь и начните с ним работу. Тогда вы нормализуете свою проблему, справитесь с ней и все у вас будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, соображать личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго, удачи!